Привет, хоккейный город! У нас тут столько всего накопилось за неделю. Конечно, хочется начать с домашней серии Амура. Но это оставим на горяченькое. Разогреваться будем с помощью обеда. Обеда хоккеистов. Так что перемещаемся в ресторан. Ну вот мы на пищевой территории Тигров. Пойдемте заглянем, что здесь вкусненького. Первый главный вопрос. Рацион питания хоккеиста. Он как-то отличается от рациона питания человека, который просто ведет здоровый образ жизни? Да, конечно, он отличается. Он отличается именно тем, что хоккеисту необходимо достаточно большое количество энергии. Один тренировочный день – это 3-5 тысяч килокалорий в сутки необходимо хоккеисту. В игровой день, в зависимости, опять-таки, от его массы тела, ему может и от его амплуа, да, спортсмену может потребоваться от 5 до 8 тысяч килокалорий энергии. Что для обычного человека это, в общем-то, трехдневная норма, ну, как бы, энергетических ресурсов и запасов. Нам как раз сказали, что хоккеисты во время сезона должны очень калорийно питаться. Да нет, кто что любит, тот то и ест. Что вы любите больше всего? Я макароны сейчас накидаю. Так, а супчик, да, я тоже очень люблю макароны, но приходится ограничивать себя. Почему? Ну, знаете, я не так активно занимаюсь спортом, как вы. Так вы приходите к нам на тренировку. Я, кстати, приду. Давайте. По ОФП. А на лед? На лед нет, а вот на ОФП приду. На льду больше всего калорий сжигается. Почему? Ну, вы знаете, что за игру хоккеист теряет 3-4 килограмма? Да? Да. Ого. Угу. Во сколько обычно вы в день игры завтракаете, обедаете? В день игры, ну, получается, там все зависимо от сбора, когда у нас сбор в раздевалке. Поэтому, ну, в принципе, часа за два надо позавтракать, а также обед у нас всегда по-разному, в принципе. Ну, обед часов за пять до игры получается. Обязательно всякие перекусы, кофе-брейки, кофе поесть, там, всякие маффины покушать, поэтому это обязательно. Что насчет сладости? Ну, сладости нужно исключить за два часа до физических нагрузок, потому что будет очень тяжело. Да? Почему? Как это связано? Ну, вот спросите у врача нашей команды. Я тут сейчас такое узнала. Сладкое перед тренировкой, перед игрой вообще нельзя? Да, абсолютно, категорически. То есть спортсменам вообще сладости не запрещены, то есть их нужно просто очень, так скажем, ограниченное количество употреблять, но в правильное время. То есть непосредственно там ближайшие полтора-два часа до тренировки, а тем более игры, сладости категорически запрещены. С чем это связано? Это связано с тем, что при употреблении сладости, а сладости относятся к легким углеводам, выделяется высокое количество уровня инсулина в крови, что препятствует такому, скажем, правильному обмену веществ, то есть транспорту углеводов из углеводных и жировых депо к работающим мышцам. Вот, получается, что тем самым у спортсмена так астрофазово снижается выносливость, и он быстрее устает. В итоге вместо притока энергии у нас она, наоборот, куда-то уходит. Она, да, вся концентрируется в депо. То есть все, что можно потратить как раз-таки в работу, оно уходит к неработающим в этой ситуации органам и депонируется. А что насчет фруктов? Я много раз видела, когда смотрела теннисные матчи, что теннисисты на переходах во время отдыха откусывают немного банана. Вот, ну фрукты фруктам тоже рознь. Есть фрукты с высоким гликемическим индексом, есть фрукты с низким. Вот, как раз-таки к ним и относятся бананы. То есть это такие фрукты со сложными углеводами, и поэтому их, ну, как бы можно во время тренировки, и перед, и во время, и после тем особенно. Я привела в пример теннисистов, потому что никогда не видела, чтобы хоккеист во время игры что-то перекусывал. Такое вообще бывает? Во время игры бывает, но это в перерывах уже в раздевалке непосредственно. То есть там тоже есть и фрукты, есть и всякие энергетические батончики. А то, что могут увидеть там болельщики или зрители по телевизору, это то, что спортсмены употребляют какие-то жидкости. То есть на скамейке непосредственно стоят бутылочки с водой и с энергетическими напитками. То есть здесь энергетически надо понимать слово правильно, то есть это не стимуляторы, как часто там Red Bull или что-то еще там могут думать. Это как раз-таки углеводные напитки специальные, но они со сложными углеводами. То есть те, которые не поднимают как раз-таки уровень инсулина. Когда игрок травмирован, он должен есть немного меньше, чем другие хоккеисты, потому что у него энергозатраты не такие. Что вы думаете по этому поводу? У меня тренировки очень тяжелые сейчас по индивидуальной программе, поэтому я кушаю много. Еще с детства говорили, что есть когда травма, там что-нибудь пожирнее кушать, творог кушать обязательно, кальций там пей и все. Хоккеисту нужно на обед выбирать что? В первую очередь это будут углеводы, углеводы сложные, то есть это либо спагетти из хороших твердых сортов муки, да, и либо это будет рис, там, допустим, гречка, это будет основа вообще рациона. Вот второе, это будут какие-то достаточно легко усваиваемые, не гарниры, а горячие блюда, да, то есть это, в частности, как правило, это курица, вот, либо это индейка, то есть те, которые достаточно легкие, диетические, да, то есть нежирная пища, но тоже богатая энергетическими. Я увидела там у вас и уху, и красную рыбку, и белую, очень самой хотела съесть. А угощайтесь, сегодня мы с радостью вас угостим. Рыба, в том числе красная, тоже достаточно такой легко усвояемый продукт, то есть она приготовлена таким образом, что она нежирная, вот, ее можно перед тренировкой, а белая рыба, она больше уже, как бы, все-таки такой вечерний продукт, она жирнее, вот, ее перед тренировкой нежелательно. То есть, как бы, нежелательно-то вечером, скажем, вообще, да, но в нашем случае для разнообразия рациона, конечно, для увеличения калорийности рациона, то есть присутствуют такие тяжелые продукты, вот, но их, как правило, не перед тренировкой употребляем. Что вы предпочитаете, курицу или рыбу, мясо какое-то, вот, какой белок вам более всего подходит? Ой, не знаю, я человек такой, что я ем вообще все абсолютно, у меня нет никаких-то нелюбимых блюд, то есть, если мне скажут, что сегодня на обед, на ужин вот это, то есть, я скажу, окей, будем это есть. То есть, вы из тех, кто в самолете не вредничает? Нет, мне, если скажут, например, курицы не осталось, рыба только есть, то я говорю, давайте рыбу, конечно. Мы не раз, наш оператор и я видели, как с платином арены игроки выходят, и у них в руках соленая рыбка. Это для чего? Они каким-то образом восстанавливают соли в организме или что это? Ну, с одной стороны, да, то есть, и восстановить потери солей, это раз, а второе, что дополнительно простимулировать организм для употребления жидкости, потому что во время тренировок и особенно хоккейных, скоростно-силовых, высокоинтенсивных тренировок теряется большое количество жидкости, хоккей сможет до двух, до трех килограмм, как бы, за матч массы тела потерять. Естественно, большая часть это вода, вот, и восполнить ее дополнительно, иной раз только простимулировав, тем самым, что съев соленой пищи, и организм, как бы, еще хочет пить, и тем самым запастись дополнительной жидкостью. Евгений, во-первых, приятного аппетита вам. Спасибо большое. Мы увидели, что вы взяли себе уху на первое и положили туда сыр. Да. Интересно. Научил меня Николай Складниченко этому. Попробуйте, как уха в Хабаровске, особенно здесь, в ГОСТу лучше. А с ГОСТу лучше? Да. Он там плавится, и вообще становится просто замечательно. Я читала очень интересную книгу, называется «Умный ген», и там говорилось про диету команды баскетбольной Лейкерс, и упомянули, что когда добавили в рацион питания сливочное масло, результативность команды увеличилась. Как вы думаете, с чем это связано? Я думаю, что здесь в первую очередь связано с тем, что у спортсменов баскетбольной команды были какие-то сложности с половыми гормонами, именно с выработкой тестостерона по каким-то причинам. Может быть, высокие нагрузки, может быть, что-то еще. И ребята недовосстанавливались. И добавив тем самым животный жир, а сливочное масло – это животный жир, у ребят увеличился уровень тестостерона, потому что основа тестостерона – это, по сути дела, как бы жировое кольцо животного. После игры на выезде я, как правило, питался перед матчем недостаточно хорошо. Как бы ел мясо, пару бутербродов и все. Недавно мне тренер наш по офису подготовки сказал, что много есть перед игрой, откуда силы-то будут. Вот поэтому сейчас перед игрой я ем очень плотно. Приятного аппетита, друзья. Болеем за Амур и правильно питаемся. После вкусного обеда по закону, по моему закону, полагается посмотреть, как прошли три домашние встречи Амура. Этим с удовольствием поделится наш хоккейный спецагент Сергей Щербаков. Слово ему. Уже на 24-й секунде первого периода Александр Горшков, Вячеслав Ушенин и его брат Владислав вдоволь похозяйничали у ворот локомотива. В результате – тот самый быстрый гол. Но развить успех хабаровчане не смогли. И вплоть до начала второго периода на табло Платину Марены горел футбольный счет 1-0. Можно, конечно, поговорить о слабой реализации моментов и сильной обороне локомотива. А можно сделать нестандартно – отыскать на трибунах футболиста и узнать, почему так. Мы это сделали. А заодно узнали у Ираклия Квиквискири, на какой позиции он играет в хоккей с мячом. Неожиданно, правда? Ну, нормально. Я вроде сам хорошо катаюсь и играю. Но в хоккей с мячом в шайбе я еще не играл. Нормально я отношусь к этому, да. На родине у нас нет льда, и за это, может быть, никто не катается на льду. А в хоккей с мячом Ираклия Квиквискири кого играет? Нападающий, защитник, полузащитник? Также полузащитник, как и в поле, также полузащитник. Во втором периоде счет стал еще более футбольным. Это ярославский нападающий Степан Санников в большинстве установил равновесие. 1-1. Сперва ставил футбол. И били. Так получилось, что в этом матче хабаровчане забили в самом начале и в самом конце. Защитник Никита Камалов из-за пределов кадра принес победу хозяевам. Игра 60 минут идет. И неважно, там, первая минута или последняя, или середина игры. Играешь с первой минуты и до конца. После череды поражений с одинаковым счетом главный тренер Амура Александр Гулявцев говорил, что цифры 2-1 будут ему сниться. И вот сон в руку. С учетом предыдущей победы в Москве над «Спартаком» второй раз подряд 2-1 в пользу Амура. Не знаю, конечно, лучше бы вот такие сны почаще снились, когда 2-1 в нашу пользу. Но еще раз повторю, что реализацию нужно улучшать. Следующий матч для главного тренера Амура пройдет под знаком бывших. Соперник Череповецкая «Северсталь» – это предыдущее место работы Александра Гулявцева. Последние секунды сверхнапряженного матча между Хабаровским Амуром и «Северсталью». Если наша команда выстоит в этом меньшинстве, то это будет третья подряд победа в этом чемпионате континентальной хоккейной лиги. Что значит, если выстоит? Она выстояла! Вот она, третья победа! Ура! А до этого были 60 минут бескомпромиссного и от этого интересного хоккея. В первом периоде «Шайба» даже побывала в воротах Евгения Аликина. Но до этого она встречалась с высоко поднятой клюшкой одного из «Стальваров» и судьи ее засчитывать не стали. Нулевое равновесие могло продолжаться долго, но в середине второго периода защитник «Тигров» Михал Йордан могучим дальним броском открыл счет. Помогли чешские партнеры по первому звену, закрыли обзор вратарю. Спасибо от Михала прилагается. Не остался без похвалы иголки Перамура Евгений Аликин. Его вклад в победу переоценить невозможно. Вытащил все. Завтра, в день рождения, не знаю, в баню схожу. Это все один. Жень, получается, сегодня сам себе сделал такой подарок в преддень рождения? Можно сказать, ребята сделали мне подарок. Третья победа подряд позволила Амуру приблизиться вплотную к заветному восьмому месту Восточной конференции. Тигры, не останавливайтесь! На радость поклонникам «Динамо», которые приехали в Хабаровск из Москвы, Петропавловска, Камчатского и Владивостока, форвард «Белоголубых» Данил Тарасов впервые в карьере забросил четыре шайбы в одном матче. То, что телеканал «Хабаровск» любят в нашем городе, это ни для кого не секрет. А вот то, что его любят болельщики московского «Динамо», это сюрприз. Пообщаюсь с ними и сделаю вид, что не понимаю, почему. Ну, дело в том, что хорошие передачи, смотрим в интернете. Интересный канал, родственный практически регион, наш Дальний Восток. Болельщики «Динамо» не всегда здесь бывают, и когда видят этот телеканал, они всегда хотят к нему подойти и рассказать ему прекрасно, слов много про «Динамо». Может быть, потому что у нас цвета такие? А, да, кстати, цвета же точно такие, да, 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 наверное. Счет 1-5 не в нашу пользу, и, казалось бы, самое время посыпать голову пеплом. Но есть люди, которые могут добавить немного позитива. Например, чемпион мира по хоккею с мячом в составе легендарной сборной Советского Союза, игрок легендарного хабаровского СКА Вячеслав Саламатов. Сейчас он добавит позитива. Мы проигрывали, я помню, 0-5 Абакану в Олимпийском, мы выиграли 6-5. Так что все возможно. Но за оставшееся время сотворить сенсацию и отыграться «Тигры» не смогли. Главный тренер считает, что дело не в игроках, но... И не обвинишь их в том, что они сегодня не хотели выиграть, но сегодня, наверное, 5 это многовато. Так или иначе, 5-1 в пользу «Динамо», а хабаровчанам нужно поскорее забыть эту игру. Впереди еще одна домашняя игра. В гостях принимаем Сочи. Напомню, что Амур с «Леопардами» в этом сезоне уже встречался. На выезде в начале октября сильнее были мы. Будем надеяться, что и на этот раз в кошачьем дерби сильнее окажутся «Тигры». Также ждем возвращения молодежки. К сожалению, амурским «Тиграм» не удалось на выезде заработать очков. В Хабаровске впереди 4 матча. Не забывайте поддерживать игроков с трибун. Это очень важно. У меня на этом все. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»